Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы дадим вам пару полезных советов, связанных с вейпингом. Совет номер один. Парение в холодное время года. Глицерин густеет на морозе. Используйте менее глицериновую жидкость, к примеру 60 на 40 или 50 на 50, и тогда хлопок будет пропитываться гораздо лучше, а шанс почувствовать вкус гари сведется к нулю. Совет номер два. Чистка спиралей. Перед заменой хлопка произведите чистку спиралей и проверьте, как они разгораются. Спираль можно раскалить и окнуть в воду, благодаря этому она полностью очистится от нагара. Если спираль разогревается неровно, проверьте плотно ли она зажата в стойках и убедитесь, что витки не заходят друг на друга. Совет номер три. Переноска аккумуляторов. Запасные аккумуляторы переносите в специальных кейсах. Ни в коем случае не носите их в карманах или сумке вместе с металлическими предметами, такими как ключи или монеты. Это может привести к замыканию и возгоранию аккумулятора. Совет номер четыре. Как открутить атомайзер. Если вам не удается открутить атомайзер с мода, попробуйте воспользоваться резиновыми перчатками или вейбендом. Если их нет под рукой или это не помогло, возьмите ножницы, отвертку или другой подходящий прочный предмет, ставьте его в отверстие для обдува и проверните против часовой стрелки. Но будьте осторожны, чтобы не повредить контакт испарителя или сам атомайзер. Если не сработали первые два варианта, то попробуйте обезжирить бак, приклеить на него двусторонний скотч и с помощью него открутить атомайзер. Совет номер пять. Стреляющий испаритель. Если ваш бак начал стреляться жидкостью после некоторого простоя, причиной этому может быть то, что испаритель перенасытился жидкостью. Чтобы исправить эту проблему, повысите мощность на вашем буксмоде и сделайте пару затяжек, а затем установите прежнюю комфортную мощность. Это поможет быстрее испарить излишки жидкости на хлопке. Причины могут быть другие. Например, неподходящая для вашего испарителя жидкость или это может значить, что срок службы вашего испарителя подходит к концу. Со временем при использовании хлопок теряет свои свойства и начинает хуже удерживать жидкость. Поэтому в таком случае испаритель стоит заменить. Мы надеемся, что наши советы помогли вам. Спасибо за просмотр. С вами был СигаретнетБай и до встречи на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok